Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Посетят профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Участники фестиваля колокольного звона будут сопровождать торжественные звоны на колокольнях и звонницах храмов Псковской области. Как будет проходить фестиваль, много ли в Пскове звонарей и какие есть псковские традиции колокольного звона, об этом сегодня и поговорим с автором идеи проекта Ольгой Габуевым и менеджером проекта Михаилом Герасимовым. Друзья, ну давайте пойдем по порядку. Как вообще пришла идея организовать данный проект? Долго ли шли к этому? Расскажите. Ну, очень просто, Ольга, да, позвольте я тогда начну. В России проходит великое множество фестивалей колокольного звона. У нас в регионе такого формата не было, во всяком случае крайние пять лет это точно. Хотя звонари, мастера и люди, интересующиеся этим видом искусства, есть и их немало. Ольга в тот момент была в контакте с представителем проектного офиса «Команда-2018» и фондом развития Псковской области Святой Равнопостольной княгине Ольги Андреем Александровичем Дрямкиным. Они обсуждали как раз идею проведения такого проекта в Псковской области. И было принято решение совместно провести такой пробный пилотный фестиваль. В 2019 году он состоялся. Это, собственно, техническая часть. А вот уже вдохновение и художественный смысл, я думаю, что Ольга расскажет. Ольга, давайте послушаем и вас, потому что, как сказал Михаил, действительно такого у нас Псковщина не помнит. По крайней мере, в современной ближайшей истории. Но проект, мне кажется, очень интересный. Да, действительно, проект очень интересный. И он долго вынашивался, потому что первый раз я посетила фестиваль колокольного звона в 2009 году в городе Елабуга, Татарстан. И у меня тогда еще возник вопрос, что наш город Псков имеет богатую древнюю историю колокольного звона, колокольного литья. Еще в XVI веке Псков входил в число крупнейших центров колокольного производства на Руси. Работа мастеров славилась далеко за пределами родного города. Любовь псковичей к колоколам видна из того, что практически каждый псковский храм имеет звонницу или колокольню, которые строились для разведки колоколов. Именно звонницы и стали неотъемлемой частью архитектурного ансамбля нашего города. Если говорить о дате проведения фестиваля, то 24 июля – это день памяти равнопостной княгини Ольге. Именно она посетила наш город Псков, осмотрела, и по ее повелению было поручено построить Троицкий собор между Псковой и Великой. Как гласится легенда, она стояла на берегу, и ей было видение в виде трех лучей. Именно поэтому назвали храм в честь живоначальной Троицы. — Насколько я знаю, фестиваль у нас пройдет сейчас в июле 24-25-го, но также проходила часть фестиваля и в мае еще проходила, да? — Да. Получается, у нас два этапа фестиваля. 8-9 мая – это был первый этап, пасхальный фестиваль, и там была пасхальная седмица 8-9 мая. И 9 мая, конечно, это был День Победы. Вот, Победные звоны еще даже, можно сказать, когда в 45-м году, они звучали, звенели в честь Победы, не только в России и за рубежом, и были даже такое слово, есть целодневные звоны, когда звонили, звонили в честь Победы. — То есть это отдельные какие-то звоны, которые непосредственно вот к Дню Победы, да, есть у нас? — Ну вот мы звонили как раз в 12 часов, 9 мая, вот, по всем храмам, вот, делали звон, да, такой торжественный звон. — И сейчас как бы вторая часть фестиваля, да, будет у нас? — Да, вторая часть как раз, вот, она, получается, тоже пройдет 24-25, да, 24-й, получается, для нас тоже очень актуальный день. Именно княгиня Ольга, как, можно сказать, уроженка наших земель, да, она родилась в Ибутах. — Да-да-да. — Вот, поэтому она имеет тоже... — Прямое отношение, да. — Очень небольшое отношение. — Скажем так. Ну, давайте поговорим, расскажите, пожалуйста, как непосредственно пройдет сам фестиваль, к чему готовится, в каком вообще формате это будет, потому что, вот, как сказала Ольга, церквей со звонницами и колокольнами у нас много, да, и где это можно будет посмотреть, увидеть? Расскажите нам. — Программу фестиваля можно найти на официальных страницах ВКонтакте проектного офиса «Команда-2018», группы общественных проектов Псковской области. — Конкретно по программе фестиваля, значит, у нас первый день, 24 июля, он будет такой псковский, да, это и Выбуты мы еще затрагиваем. То есть сначала мы едем в Выбуты, у нас там торжественные звоны в церкви Николая Чудотворца, далее будут мастер-классы, к нам приезжают в этот раз 11 мастеров, среди них представители Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска и Минска. Также в фестивале будут, конечно же, принимать участие местные звонари. Далее по программе, да, 24 июля у нас идет 15.00 общий звон и мастер-классы в храмах города Пскова. Это храм Василия Нагорки, храм Успения Спароменя, храм Дмитрия Солунского, храм Архангелов Михаила и Гавриила, храм Успения Пресвятой Богородицы. И еще у нас добавился храм Джон Мироносец. 17.00 было официально, сейчас перенесли мы чуть пораньше на час научную конференцию. Мы заслушаем доклады приезжих звонарей, соответственно, темы мы тоже опубликуем завтра, потому что сейчас организационные вопросы еще продолжаются. Ну, конечно. Так, и переходя к 25 июля, это уже будет выездная программа исключительно для местных и, в общем, скажем так, для звонарей. Этот день будет для приезжих и для местных, то есть мы поедем на экскурсию в Изборск. Там будет тоже звон, поэтому те туристы, которые окажутся в Изборске, вот им... Повезет, можно так сказать, да? Да, да. Будут и мастер-классы, и поэтому, если у кого-то есть желание в воскресенье посетить Изборск с экскурсией, то можно еще и к нам на фестиваль попасть. Изборск, Печоры, то есть стандартный маршрут, так как у нас не так много времени посмотреть весь регион. Конечно, два дня это крайне мало, но, тем не менее... Ну, какие-то центровые, основные точки, попробовать гостей туда свозить можно. Получается, если слушатель обычный, ну, гражданин или гость города Пскова хочет попасть на этот фестиваль, ему нужно просто ознакомиться с программой и подойти в определенный момент к той или иной церкви, к тому или иному храму. Я правильно понимаю? Да, просим заранее зрителей соблюдать социальную дистанцию. У нас официально заявлено о том, что массовых мероприятий мы проводить не будем, поэтому такой информационной кампании заранее мы не проводили. То есть это, да, ну, скажем так, случайные прохожие и приходы храм в основном это зрители. Но фестиваль также проводится и непосредственно для самих звонарей, для обмена опытом, да, в первую очередь, чтобы и наши звонари посмотрели, как работают приезжие коллеги, да? Конечно. Конечно, это обмен опытом. Ну, скажем так, практическими навыками, да, и теоретическими, потому что у нас вот первый этап была конференция научная, а также у нас доклад прочитала Марина Николаевна Михайлова, сотрудник ВСКОВГУ. Что важно тоже отметить во всех этих темах, что интерес как у зрителей, так и у мастеров есть, он расширяется, так сказать, целевая аудитория. Озвучиваются важные вопросы, связанные, да, с электронными звонарями, предположим. Ну, здесь, мне кажется, можно долгую дискуссию развернуть по электронным звонарям, да? Вот если как раз берутся люди, увлеченные этой идеей, то, мне кажется, лагерь разделится, да? Безусловно, разделится лагерь, и еще, так как колокольный звон и вообще этот процесс является еще и частью богослужения, тут тоже есть о чем поговорить, потому что в основном все на энтузиазме держится. Во всяком случае, у нас. Поэтому обязательно нужно поддерживать это направление, так как это и культурное просвещение, и культурно-духовное просвещение, и часть служения, то есть это очень важные вопросы. А вот приезжают к нам звонари из других городов, даже вот из Республики Беларусь. Когда вы занимались подготовкой к фестивалю, да, кого пригласить, я просто тоже ознакомился в интернете со списком тех людей, которые приезжают, их там достаточно большое количество, да, хотелось бы отметить. Вот как найти звонарей? Ведь, ну, звонарь, да, ну, назовем так, ремесло, оно такое не сильно публичное, насколько я понимаю, и есть какие-то определенные, ну, назовем так, модным словом, комьюнити звонарей, да, объединения, где они, может быть, там, в интернете общаются, переписываются, обмениваются опытом. Вот как на них непосредственно выходили? Ну, конечно, звонарей, они ездят по фестивалям, да, есть фестивали во многих регионах, и звонарей общаются, видят, как кто звонит, обмениваются контактами, вот. И на каждом фестивале можно увидеть, как кто звонит, какой имеет опыт, какой есть звон. У каждого, да, своеобразный какой-то свой рисунок, какой-то свой манер, может быть, звона. Техника, да? Техника, конечно, вот. Как выбирали мы звонарей? Ну, конечно, спрашивали, кто может приехать, да, потому что... Ну, сейчас время непростое, да? Время, да, непростое, да. Мы должны были соблюдать все условия, которые есть, у кого есть возможность приехать, да, и кто может выполнить все предписания Роспотребнадзора, вот. И, конечно, мы выбирали звонарей профессиональных, которые имеют большой опыт, и которые могут позвонить на многих колокольнях, потому что есть звонари, которые звонят только на свои колокольни, а на чужой колокольне другая развеска, другие колокола, другой набор. Они уже боятся позвонить и скажут, я не знаю, как позвонить. Как у меня висят колокола, да, в моем храме здесь. Не подскажу. Если поговорить о псковских звонарях, да, и сравнить их с уровнем тех звонарей, которые приезжают, насколько вообще у нас наши звонари в 21 веке, да, соответствуют тем критериям звонаря, чтобы считаться, ну, хорошими специалистами в этом деле? Да, давайте я отвечу, потому что, скорее всего, Ольге не очень удобно давать оценку своим коллегам. Да, поэтому давайте, Михаил. Я, да, так сказать, в этом вопросе человек новый, и, безусловно, вот сравнить тоже очень сложно, потому что практически одинаково все, то есть даже не то, что практически, а одинаково прекрасные звоны. То есть что наши звонари, вот я Ольгу слушал, Тихона слушал, то есть это и профессионально, да, и художественно, музыкально, все... Ну, не уступаем, да? Вот. Да, безусловно. То есть, ну, это же еще вопрос и, как сказать, авторского подхода, если можно так, да, выразиться в этом направлении. У каждого свой темп, ритм – это произведение искусства, можно сказать, поэтому сказать художнику, что у вас там что-то не так, это очень сложно. Можно, как говорится, обидеть, да, легко, но с точки зрения обывателя и восприятия, вот первый раз я участвую в организации, очень интересно, приятно и полезно, полезно в том числе с точки зрения, скорее всего, я так ощущаю, оздоровления внутреннего, духовного, то есть это и вибрации определенные, да, то есть ты после сеанса слушания... Уже немножко другим человеком, да? Более очищенным, если можно сказать, очищенным, да. А будет ли какая-либо видеоверсия у этого фестиваля, вот планируется ли что-то такое для тех, кто не сможет оказаться в нужном месте в нужное время? Безусловно, у нас в этом году фестиваль проходит в формате больше онлайн, то есть вообще он должен был проходить в 2020 году, его перенесли на 2021 с условиями, что массовых мероприятий не будет, первую часть нам удалось согласовать с присутствием зрителей, но при этом параллельно проходили съемки нашими партнерами, ВКТРК тоже снимал сюжет, за что им большое спасибо, по гранту, а мы реализуем наш фестиваль на средства фонда президентских грантов, у нас как раз условия... Чтобы это было еще и видео, да? Да, итоговый фильм, куда будут входить порядка 20 роликов, где уже записаны и доступны интервью со звонарями, доступны звоны приезжих и местных звонарей, поэтому, безусловно, итоговый фильм в любом случае будет. И можно будет ознакомиться. Я вот не так давно, перебирая на даче старые пластинки, грамм пластинки, наткнулся на интереснейшую пластинку, там было написано «Звон Псково-Печерского монастыря», вот на виниле нашел вот, и как-то не придал этому значению, сейчас, готовясь к эфиру, вспомнил про то, что вот такой интересный опыт у Псково-Печерского монастыря был, что они выпускали свои звоны на виниле, помню, даже как это слушал, сейчас есть какая-то практика записи звонов, не сталкивались ли вы с этим? У меня такой замечательной коллекции виниловых пластинок нет. Ну, я просто вот тогда был действительно поражен до глубины души, что вот даже звон монастыря на виниле есть. Если я найду, я обязательно вам передам ее. Я думаю, что когда вы найдете, и следующий фестиваль «Конокольного звона», мы обязательно мероприятие отдельно под эту тему определим, да, потому что это очень интересная история, и коллекционная, с точки зрения коллекции и так далее, это классно, спасибо. Вот у нас был первый этап, да, в мае приезжала Ксения Звонарева, вот она ведет свой YouTube-канал «Звон Звонари», где записываются все звоны, где выкладываются, то есть это можно… И обучиться там можно, да? Да, получить опыт такой, можно сказать, колоссальный, потому что не у всех есть возможность вообще как бы поучиться. Вот, допустим, у нас есть школа Звонарей в Апскове, да, а есть регионы и такие маленькие, да, какие-то города, где нету школы Звонарей, где нету возможности куда-то выехать, вот, поэтому существует даже канал такой, где можно послушать звона, увидеть, посмотреть, как… Да, да, работает шикарно. А вот как, Ольга, вы сами пришли к этому, чтобы поехать в Санкт-Петербург и отучиться там на Звонаря? Вот интересно вашу историю послушать, вот, что, может быть, мотивировало, что явилось неким катализатором для того, чтобы вот вы стали Звонарем? Первый раз я поднялась на колокольню в 2003 году, это была Пасхальная седмица, на Пасхальной седмице всем можно звонить в колокола, есть такая традиция подниматься на колокольню и звонить в колокола. И на Пасхальной седмице я поднялась, попросилась, поднялась, и, можно сказать, за неделю как-то вот даже научилась звонить, вот, и потом получилось так, что через полгода как-то звонарь, который был, уехал, и надо было срочно найти звонаря, и вдруг я говорю, что я вот тут звонила, можно я попробую? Мне говорят, ну попробуй, я стала звонить, и сказали, очень красиво, да, будешь звонить. Вот, я так начала звонить с 2003 года, вот, но потом я уже вот говорила, что посетила фестиваль колокольного звона, это была Елабуга, Татарстан первый раз, и узнала, что есть школа звонаря, что есть традиции, что есть очень много моментов, которые можно изучить, можно узнать. И совершенствоваться, да. Учат, да, и начала искать, где можно обучиться, вот, и самое ближайшее Псково я нашла, это Санкт-Петербург, школа при Владимирском соборе в Божьей Матери. И туда отправились? Долго учиться на звонарях вообще? Ну, у нас в Пскове, вот, если брать, то два месяца курсы, вот. И потом уже практически готовый звонарь с минимальными основами, да, какими-то? Да, с минимальными основами, конечно, сказать, профессиональный звонарь, он становится с опытом, да, чем больше лет звонишь, тем больше всяких у тебя появляется каких-то... Своих моментов, да. Своих своеобразных, да, что-то, какие-то новые рисунки, новые манеры, новые какие-то техники пробуешь, и чем больше опыта, тем, можно сказать, звонарь профессиональней, и, так сказать, он может позвонить не только на своей колокольне, да, но также и на другой колокольне, что это немаловажно. Должен ли быть у звонаря абсолютный музыкальный слух, знаете, как у скрипача? Вот на скрипку в музыкальную школу берут только тех, у кого абсолютный слух, потому что скрипка считается самым сложным инструментом, да. Звонарь должен иметь музыкальное образование, там, по любому инструменту до того, как он решил стать звонарем? Или, в принципе, им может стать каждый? Самое главное – это желание. Вот если есть желание стать звонарем, да, вот… Ну и, конечно, надо иметь такие качества, как функтуальность, то есть должен приходить вовремя к звону, да, то есть служба в 6, звон без 15, ни в коем случае не в 6, там ты пришел, уже служба идет, да. Также если утром служба в 9, звон без 15, да, 9, вот. Вот, но также музыкальный слух, конечно, он… Не будет лишним, да. Поможет, если изучать уже нотные звоны, да, уже говорили про традиции колокольных звонков, они же тоже есть, да, то есть, но есть звон, который… Звонарь просто звони, да, есть, можно сказать, традиции колокольных звонов, которые написаны в нотах, и они есть, и при разучивании, конечно, музыкальное образование только будет помогать. А то есть есть прямо, ну, нотные грамоты, да, непосредственно? Да, нотная грамота, все традиции колокольного звона положены на ноту, там есть свой ритм, свой характер, свои манеры исполнения, которые человек с музыкальным образованием легче выучит и быстрее освоит. И будет ему освоить, да. А если все-таки говорить про псковские традиции колокольного звона, здесь можно что-то выделить или, в принципе, они такие, как и в большинстве, ну, городов России? Или у нас есть какая-то, может быть, особенная фишечка колокольного звона? Ну, вот если говорить про традиции, да, колокольного звона, то, скажем так, до нас дошли четыре традиции, да, потому что был большой перерыв, вот так сказать, 17-го года, да, когда были храмы закрыты, звонарей не пускали, ничего как бы не было, и до нас дошли четыре традиции. Это новодевческая, да, московская традиция, лавровская традиция, традиция ростовских звонов и традиция Псково-Печерского монастыря. Ну, вот если говорить про традицию Псково-Печерского монастыря, то там идут попеременные удары больших благовестников, на которые накладываются циклический рисунок из четырёх-шести средних колоколов, а самые малые колокола украшают более сложным ритмическим рисунком и создают такой разнообразный вот характер, и, как сказать, звон становится такой ритмичный, скорый, можно сказать, звон такой, получается, в ритме шага. Вот, если говорить именно про Псково-Печерский колокольный звон. А правильно я понимаю, что все колокола на колокольне делятся на три вида, да? Или нет? Ну, можно так сказать, да. Ну, если совсем грубо и утрированно, да? Большой, средний и поменьше, если совсем таким простым языком. А вот звонари, которые непосредственно звонят, используют ли они какие-то специальные приспособления, может быть, беруши, может быть, какие-то наушники, потому что тот звук, который стоит непосредственно в звоннице, мне кажется, там ушам-то, возможно, и не сладко приходится в такой громкости, либо же нормальный человек это воспринимает, который вот непосредственно сам звонарь. Ну, вот я, допустим, использую, да, наушники. Да, но есть звонари, которые не используют, да, насколько я понимаю? Ну, есть звонари, которые не используют, но они могут закладывать беруши, это можно не видеть, поэтому в большинстве случаев, конечно, звонари как-то берегут свой слух. Есть, которые, конечно, звонят и там. Давайте поговорим вообще про прикладное значение колокольного звона Как я понимаю, изначально он должен был только возвещать людям, что уже идет богослужение, либо только начинается Если мы как-то исторически пойдем Сейчас значение колокольного звона Когда в церквях, в обычной жизни, если мы не говорим про фестиваль, можно услышать колокольный звон? Это только до богослужений? К богослужению, да, колокольный звон созывает, можно сказать так, к богослужению жителей Потом можно услышать после богослужения колокольный звон Также есть венчальный колокольный звон, когда совершается венчание, потом после него идет тоже колокольный звон, свадебный еще называют Колокольный звон бывает похоронный, когда у него своя специфика Потом колокольный звон, когда крестный ход идет, тоже идет как колокольный звон Если говорить про историю вообще, как было раньше, то изначально колокольный звон вообще созывал наших жителей, горожан в древние времена Что будет сейчас вечер, будет собрание, что враг подступает, неприятель к воротам Все это возвещал раньше колокол Ну, если затрагивать современную историю, то есть такой большой документ, основополагающий, если так можно выразиться Текст соборного Зонарского устава, утвержденный благословением святейшего патриарха Алексия И вот как раз Глеб, звонарь из Москвы, Даниловского монастыря нам во время конференции рассказывал про этот устав Правильно, Ольга, да? Этот же устав, его обсуждали мы Да, устав есть, колокольный Да, 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 это вот как раз такой, ну, скажем так, ну, не конституция, но что-то в этом роде, да Такой свод законов для звонарей Звонарей, да, то есть это, безусловно, часть богослужения Поэтому, да Если говорить, допустим, о 28-го, день князя Владимира, то по благословению патриарха Кирилла У нас, получается, звон по всей России, по всем храмам в 12 часов всегда уже в протяжении последних лет и идет То есть, получается, вот, когда-то такие вот большие праздники такие, да, получается, у нас крещение Руси, да, вот он, князь Владимир Да, да, да Сделал, то есть, о равнопостной книге Гене Ольга, она, получается, бабушка князя Владимиру, да То есть, получается, гнил Ольги, 24-го, тоже такой звон, он очень уместен, да, уместен И мы тоже имеем свою, как бы, историю, свою богатую историю города Пскова Более чем, да Когда очень звон уместен в наше время А вот вообще, по-вашему, колокольный звон – это канон, традиция, где мы говорили сами, что есть и ноты, и какие-то свои звоны для каждого случая Либо же, в общем, вопрос в чем, возможно ли в колокольном звоне импровизация, если ей там место для импровизации Либо же это вот четкие какие-то уставы, и шаг вправо, шаг влево здесь не приветствуется Ну, если говорить про колокольный звон, который идет к богослужению, да, и звонарь вправе выбирать свой какой-то, какие-то свои импровизации, да, какие-то свои ритмические рисунки, да То есть нет такого, что вот какое-то сегодня число, какой-то сегодня праздник, ты звонишь, какой-то конкретный звон, такого нету Звонарь вправе выбирать Ага, чем сегодня порадовать, да, прихожан Да, да, как на сердце ляжет Ну, конечно же Какое наибольшее количество колоколов, с которыми может управиться один звонарь без помощи посторонних людей? Вот вам приходилось видеть Сколько колоколов, да, там же от каждого язычка колокола идет беревка, и вот сколько колоколов один человек может одновременно сыграть, на скольких? Не задавались таким вопросом? Ну, одновременно я, чтобы все были задействованы или... Нет, ну смотрите, если вы, допустим, говорите про мою колокольню, где я звоню, да, храма с пения Божией Матери с Полонища, то у нас получается 10 колоколов То есть я вот одна справляюсь и все, да, использую в звоне Если говорить про другие колокольни, там, конечно, московские колокольни, там могут быть колокола, там и до 20, до 30, конечно, там, может быть, уже нужна помощь и не одного звонаря, а двоих, троих Хотелось бы вас спросить, в начале разговора нашего мы затронули тему электронных звонарей, да, вот непосредственно ваше отношение к ним, как вы считаете? Хорошо это? Облегчает это жизнь? Либо же, наоборот, теряем мы какую-то вот аутентичность всего этого дела? Коротко отвечу, отношусь отрицательно, так сказать, на опыте прослушивания мнений звонарей Облегчает, безусловно, но это временно, потому что последствия работы с техникой, они плачевны То есть разрушение происходит самого корпуса, как я это понял И, да, естественно, идет утеря, да, во-первых, это практика, то есть, если звонит электронный звонарь, значит, где-то практика уходит у человека, звона А это всегда важно для любого искусства, практиковаться Это, коротко, мое мнение Ольга, добавите что-то За или против электронных звонарей? Ну, конечно, я как звонарь отношусь к электронному звонарю негативно Потому что, во-первых, как Михаил сказал, да, идет разрушение колокола, как происходит, да, механическое Там, получается, когда звонит звонарь, да, он ударяет, получается, язык, да, колокол И человек может контролировать силу удара, да, с какой он может ударить Если говорить о механической его подаче звука, да, получается, там, может быть, действительно налажено так, что, как сказать, при ударе, да, вот этого вот механического И там, получается, из какого-то металла тоже сделан, получается, колокол сделан из своего металла А электронный звонарь вот этого, да, металлическая самая часть тоже сделана из какого-то другого металла И, так сказать, где происходит точка соприкосновения, да, то там может быть разрушение Это первое, что сказал Михаил про разрушение, да, а как говорить, что звон – это неотъемная часть богослужения, да, и вообще, как бы, для чего мы звоним, да, всякое, как говорится, всякое дыхание дохвалит Господа То есть мы, как человек, хвалим и славословим Бога А вот техника, ну, вообще, тогда что делает, да? Тогда при чем она здесь, хочется спросить Да, да, вопрос, да А, может быть, вы в курсе, подскажите, пожалуйста, в Апскове есть ли уже электронные звонари, либо же мы пока до этого не дошли, не встречали в Апскове? Вот, да, к сожалению, у нас в Апскове уже есть электронные звонари, к сожалению, есть такая тенденция ставить электронные звонари как-то Думается, что это будет, может быть, красиво, может быть… Облегчит жизнь, да Облегчит жизнь, да, но я, например, слышу, звонит это электронный звонарь или человек А то есть вы можете даже отличить, да? Да, во-первых, человек, он вкладывает свою душу, да, и звон такой получается… Более живой, наверное, да Живой, конечно, да Когда человек звонит, совершенно другой звон Когда звонит техника, он такой, как сказать… Одинаковый Одинаковый, да, всегда одинаковый Человек может сделать динамику, может тише позвонить, может громче позвонить, да, может какие-то сделать акценты, замедлить, ускорить А здесь как… Как заложена техника, так и идёт Если в Абскове появляются потихонечку электронные звонари, можно ли говорить о том, что настоящих живых звонарей у нас не хватает? Чувствуется ли дефицит? Как по вашему мнению? Либо же это просто в церкви хотят облегчить жизнь, чтобы в 6 утра никто не приходил, а на кнопку нажали, условно говоря, и всё Дефицит звонарей есть у нас? Как вы считаете? Я думаю, что дефицита звонарей у нас нет, это больше просто идёт, как сказать, такая вот агитационная компания, кто устанавливает электронные звонаря Просто как-то умудряются агитировать настоятелей храма, что это будет очень красиво, это будет удобно Звонарь в отпуске, а вы нажмёте на кнопку, у вас будет звон, а если захочет позвонить звонарю, он сможет позвонить А, то есть вы ничего не теряете и при покупке… Ну, на самом деле, получается, если есть электронный звонарь, то как бы звонарю автоматически уже не нужен, ну и так звонить звонарю, зачем мне? Ну, в принципе, здесь я с вами согласен, что маркетологи электронных звонарей не дремлен, да? Да, всё верно Друзья, если вернуться всё-таки к фестивалю, который у нас пройдёт 24-25 июля, как вот сказал Михаил, первый такой фестиваль прошёл в 2019 году Какие-то изменения по сравнению с первым фестивалем можно выделить? Вот я посмотрю, что появились мастер-классы, да, в этом году уже Вот ещё чем вот второй фестиваль будет отличаться от первого? Или, в принципе, всё самое лучшее в первом оставили, вот, и предложили в втором, вот, если здесь порассуждать на эту тему? Значит, первым фестивалем у нас занимался от команды 2018 Андрей Александрович Дрямкин Мне уже он передал в наследство эту историю, ну, то есть, с ним всё в порядке, всё хорошо Он сейчас в Санкт-Петербурге живёт, работает А вопрос в том, что, конечно же, география, естественно, участников, само количество человек У нас 20 примет участие, 20 региональных звонарей и 20 приезжих звонарей 20 звонарей региональных, это которые из нашей области, да, вы имеете в виду? Да Ого, да Даже вот так вот Ну, ещё можно сказать, что расширилась программа, не только география, да, участников, но и расширилась программа число храмов, которые Примут Примут, да, в звонарей, то есть, вот, уже в этом году здесь вот уже увеличилось количество храмов И вот Михаил уже называл храмы, да, то есть, в первом году, в 19-м, мы давали звонарей Концерт в соборе, да, в Кремле, в храме Успения Божьей Матери и Василия на горке, то, конечно, в этом году уже увеличилось А вот как настоятели храмов реагируют? Вот вы приходите к ним и говорите, у нас вот фестиваль будет, можно мы на вашей звоннице или колокольне проведём одну часть? Вот настоятели храмов, они говорят, да, конечно, ребята, приходите, звоните, либо же немножечко не понимают, зачем это надо? Вот какая у них реакция? Как они на это реагируют? Всегда положительно, открыто, они очень креативные сами по себе люди И вот проводя переговоры, приезжая в храмы, в церкви, смотришь вот приход, да, есть какие-то фотографии, отчёты, приглашения куда-то, то есть, жизнь у них кипит, на самом деле, вот культурно и досуговая, и духовная То есть, очень интересно всегда посмотреть, чем живёт приход Они рады, они с удовольствием участвуют в общегородских мероприятиях, свои организуют и проводят у них свои сообщества, свои группы В общественной жизни участвуют и как в городской, так и в региональной Поэтому мы стараемся с ними дружить и общаться не только в рамках фестиваля, но в целом это у нас тоже такое уже сообщество Сформировано и дружим мы, скажем так, всегда, всегда дружим и друг другу помогаем, стараемся тоже, где как можно Поддерживать друг друга тоже, да Наверное, на один из финальных вопросов, вот если ориентироваться на другие города, может быть, на соседние регионы, проходят ли там подобные фестивали И, может быть, вы как-то ездили, смотрели, часто ли посещаете вот нечто подобное в других регионах И если проходят, то в каком там они формате Вот я знаю, что Ольга была, как минимум, в 2003 году, да? В 2009 В 2009 Да Так Ну, смотрите, самый большой масштабный фестиваль колокольного звона проходит в Москве Это пасхальный фестиваль художественным руководителем, который является Валерий Гергиев Там, получается, четыре блока – хоровая, камерная, симфоническая и звонильная программа Вот другие фестивали, да, колокольных звонов Ну, есть Тутаев, Татьма, Великий Новгород, Татарстан То есть, перечислять можно много Много и долго, да А если все-таки порассуждать, Михаил, наверное, все-таки с вами По развитию данного фестиваля, ведь это неплохая событийная история для нашего региона В том числе и с точки зрения туристического кластера Какие планы по развитию? Планируется ли фестиваль делать ежегодным? Или пока еще в нынешней ситуации сложно о чем-то таком говорить? Безусловно, планируется делать его ежегодным Расширять формы участия В том числе, вот Ольга сейчас озвучила и хоровую часть программы, да И камерную, хоровую и так далее То есть, это у нас тоже есть возможность использовать такие формы Это и сотрудничество, и реализация, и раскрытие творческого потенциала Конечно, перспективы по развитию партнерской базы И, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал нам в этом году И в прошлых, конечно, тоже Это и администрация города Пскова Управление культуры и комитет по культуре Псковской области Ольга Александровна Тимофеева Комитет по культуре города Юрий Анатольевич Мартынов Елену Александровну Полонскую, безусловно Благодарить управление общественных проектов, молодежной политики Тоже нам активно помогает ресурсами администрации Псковскую метрополию Потому что это наш основной партнер в реализации Если кого-то сейчас забыл, прошу прощения В любом случае, всем низкий поклон, огромное спасибо И мы приглашаем в дальнейшем к сотрудничеству У кого есть какие идеи по включению в программу Расширение, повторюсь, форматов Мы рады, мы открыты Мы готовы брать под реализацию эти идеи в рамках фестиваля Поэтому ждем ваших предложений и вашего участия Да, друзья, если у вас будут какие-то идеи, что-то добавить Чем-то еще дополнить, может быть, данный фестиваль То в следующем году, пожалуйста, как я понял, Михаил и Ольга Будут ждать ваших новых идей И, возможно, именно и ваши предложения будут учтены Ну что же, хочу поблагодарить моих собеседников Спасибо большое, Михаил, спасибо большое, Ольга И, конечно, пожелать вам удачи при проведении фестиваля Напомню, что пройдет он 24 и 25 июля Не только в Пскове, он 25 июля, как сказали, в Изборске Можно будет услышать колокольный звон Поэтому, если, гуляя по городу в эти выходные Услышите приятные звуки То знайте, что это уже второй фестиваль колокольного звона У нас в городе Пскове Спасибо большое всем за внимание Приглашаем, всех ждем с нетерпением Да, спасибо большое Приходите слушать колокольный звон Обязательно придем Спасибо большое, дорогие друзья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok